Я в свое время занимался очень долго сильно регулярными графами. Это фактически связанный сильно регулярный граф, это дистанционный регулярный граф диаметра 2. Затем, долгие годы занимался дистанционно-регулярными графами диаметра 3. Ну и вот не так давно начал заниматься дистанционно-регулярными графами диаметра 4. Доклад будет состоять из трех частей. Первая часть касается обратных задач в теории графов. Вторая касается одной проблемы Броувера о графах диаметра 4. Ну и третья часть, значит, там будут изучаться некоторые антиподальные дистанционно-регулярные графы диаметра 4. Ну, начнем с определений. Значит, некоторые определения я буду пролистывать. Ну вот определение вполне регулярного графа здесь приведено. Ну и вполне регулярный граф диаметра называется сильно регулярным. То есть, фактически, что это такое? Граф с параметрами V к лямбда мю. Это регулярный граф на K вершинах, на V вершинах степени K, у которого число общих вершин U и W равно лямбда, если U и W смежные, и равно мю, если U и W различные и несмежные. Значит, вот определение, точное определение дистанционно-регулярного графа. Оно довольно-таки такое непростое, но, тем не менее, оказалось очень полезным. И объясняется это, в первую очередь, тем, что очень многие дистанционно-регулярные графы связаны с конечными простыми группами. То есть, класс очень большой, популярность его огромная, этого класса дистанционно-регулярных графов. Специалистов очень много в мире занимается ими, но, к сожалению, в нашей стране их очень мало. Фактически, вот, есть школа у нас в Екатеринбурге, где имеется школа в Академгородке Новосибирска, ну и отдельные, отдельные, единичные специалисты еще в других городах. Ну вот здесь вводится определение чисел пересечения, но сейчас их называют парными числами пересечения, потому что в обиход вошли так называемые тройные числа пересечения, о которых я позднее скажу. Ну и оказалось, что вот эти парные числа пересечения, П или Й, не зависят от выбора вершин, У и У на расстоянии Л, а просто зависят только от этого расстояния. Вот. Ну и они называются числами пересечения графа. Вот здесь полезная конструкция, как можно построить по исходному графу другой граф. Значит, вот. Если у нас число И лежит в множестве 1, 2, так далее, где Д диаметр графа, то граф гамма И строится таким образом. Множество вершин то же самое, что и у исходного графа. И вершины смежны в новом графе гамма И, тогда и только, когда и расстояние между ними в старом графе равно И. Ну и здесь для пары вершин аналогичное определение гамма и Йод то же самое, те же самые вершины, и две вершины смежны в гамма, если расстояние между ними принадлежит этому множеству и Йод. Вот. Ну чаще всего вот гамма И это гамма 2 или там гамма 3. Вот. Ну вот мы увидим, что есть интересные возможности для гамма и Йод. Вот здесь элементарные сведения о сильно регулярном графе. Значит, вот сначала определено равенство, которое называется прямоугольным соотношением. Затем вводится класс так называемых граф в половинном случае. Это граф, у которых все параметры выражаются через число мю. И они замечательны тем, что только для этих графов собственные значения графа могут быть не целыми. Ну а в противном случае значит, вот такой агрегат лямда минус мю в квадрате плюс 4 на к минус мю является квадратом некоторого натурального числа n. И спектр графа вот состоит из следующих чисел k-кратности 1, r-кратности f, s-кратности v-f-1, где r равняется лямда минус мю плюс n пополам, s равняется лямда минус мю минус n пополам, и кратность f вычисляется вот по этой формуле. То есть в принципе если взять какой-то набор из четырех чисел, то легко отсюда найти необходимые условия для того, чтобы эти числа были параметрами некоторого сильно регулярного графа. Ну вот здесь есть понятие частичной геометрии, псевдоэметрического графа для этой частичной геометрии. Ну и оказывается, что вот этот псевдоэметрический граф всегда будет сильно регулярным вот с указанными параметрами. С указанными параметрами и глядя на эту запись pg-α-st сразу же можно найти неглавное собственное значение. Это s-α и минус t-1. В то время как, глядя на параметры vk-α-μю надо еще посчитать кое-что, чтобы найти собственное значение. То есть, вот эти вот псевдоэметрические графы, они как бы сама запись дает больше информации об этих графах. ну вот есть такие элементарные неравенства для собственных значений дистанционно-регулярного графа. Ну, во-первых, если это граф диаметра d, то число различных собственных значений равно d плюс 1 и вот наибольший интерес вызывает θ1 и θd. θ1 это как бы второе после k по величине собственно значения. θd самая маленькая. Вот такие для них выполняется неравенство. ну и вот есть так называемая фундаментальная граница, которую получили три автора Юришич, Кулин и Тирвилигер. Вот и особый интерес вызывает случай равенства в этой фундаментальной границе. Значит, вот равенство. Если граф не двудольный, то равенство достигается тогда и только тогда, когда окрестность любой вершины является сильно регулярным графом вот собственно значениями А1 В плюс В минус. Ну и имеется более простая форма записи этой фундаментальной границы. Вот она приведена в конце слайда. В конце слайда. Ну вот тут информация о том, как устроен массив пересечений дистанционно-регулярного графа антиподального диаметра 4. Ну и интересен случай, когда вот как раз для антиподального дистанционно-регулярного графа диаметра 4 достигается равенства фундаментальной границы. в этом случае оказывается, что как раз собственно окрестность любой вершины сильно регулярная вот с указанными параметрами и остальные параметры графа гамма выражаются с помощью вот этих трех чисел P, Q и R и где R это индекс антиподальности, то есть число вершин в антиподальном классе. вот АТ4P, Q и R графы это очень интересный класс графов. Значит ими занимались ну в основном вот Юрий Шичикулин с некоторыми соавторами. Ну и вот значит что такое обратная задача в классе дистанционно-регулярных графов. Значит если у нас имеется в этом графе есть какая-то симметричная как бы какая-то система которая отвечает этому графу то вот нахождение параметров этой системы по массиву пересечения графа называется прямой задачей а восстановление массива пересечений по параметрам этой симметричной схемы называется обратной задачей. Обратной задачей. Ну и вот когда мы изучаем графы антиподом просто графа диаметра 4 то возможна ситуация когда граф дельта равный гамма 1 2 является сильно регулярным является сильно регулярным в этом случае понятно что гамма 3 4 будет сильно регулярным дополнительным вот к этому графу вот ну и вот примеры тут приведены примитивных графов диаметром 4 у которых граф гамма 1 2 сильно регулярен вот всего три небольших примера вот ну и почему я здесь пишу гамма 3 4 это будет ясно из следующего слайда оказывается что если для антиподального графа диаметра 4 граф гамма 3 4 сильно регулярен то он не имеет треугольников не имеет треугольников и вот это важное обстоятельство как бы побудило интерес таким графом антиподальным графом диаметра 4 у которых гамма 3 4 сильно регулярен ну вот здесь я выписал как бы три семейства сильно регулярных графов без треугольников первое семейство это полные двудольные графы то есть графы вот с такими параметрами 2кк 0к причем для каждого к существует единственный граф с точностью это изоморфизма затем графы мура то есть графы у которых мю равно единица значит вот Хоффман и Синглутон заметили что k может принимать только 4 значения 2, 3, 7, 57 и в первых трех случаях графы существуют единственные и они являются графами ранга 3 а вот случай k равно 57 долгое время оставался таким вот неисследованным ну и мне удалось в конце прошлого года доказать что этот граф не существует и наконец графы у которых вот такое неравенство для параметров здесь имеется только 4 известных графа это 16, 5, 0, 2 56, 10, 0, 2 77, 16, 0, 4 и 122, 0, 6 вот таким образом мы видим что кроме полных двудольных графов существует только конечное число известных человечеству графов в то время как допустимых наборов параметров бесконечно много значит если у нас мю принимают значения 2, 4 или 6 то для каждого из этих значений мю существует бесконечное число допустимых параметров и поэтому задачи связанные вот сильно регулярным графом без треугольников ну так сказать сверхзадача это построить новый граф ну а так сказать просто задача это для каких-то допустимых параметров доказать что граф не существует не существует ну и здесь вот я читал книжечку про члена корреспондента Чеботарева работавшего в Казани и у него был ученик Марк Крейн Марк Крейн и значит здесь вот имеется класс графов которые мы обозначаем Крейн от Р это сильно регулярные графы без треугольников у которых все параметры выражают это число Р и при Р равном единице возникает вот этот самый маленький граф 16,5,0,2 а при Р равном 2 возникает вот этот граф Хигмана Симса вот ну и про эти графы Крейна мало что известно ну вот мы с Гаврилюком доказали что этот граф не существует при Р равном 3 и недавно я доказал что граф Крейн не существует при равном 4 вот ну здесь а да значит вот там есть такое неравенство неравенство для таких графов которые Крейн обнаружил а в случае равенства ну вот эти графы называются графами Крейна интересно что вот если у нас граф Гамма граф Крейна то там еще два два подграфа есть сильно регулярных значит это Гамма минус А перпендикуляр сильно регулярен и Гамма минус А перпендикуляр такие два сильно регулярных графа ну и в частности вот у меня возник вопрос а вот в этих антиподальных графах диаметром 4 могут ли возникнуть вот эти графы связанные с Крейном то есть сам граф Крейна и вот эти два более мелких графа оказалось что значит сам граф Крейна только один раз может встретиться это вот так значит здесь вот три три графа значит это теорема 2 это дает как раз необходимые условия для того чтобы граф Гамма 3 4 был сильно регулярным значит это следствие это следствие о АТ4 графах которые вот могли бы быть вот этими графами Гамма 3 4 оказывается вот ни один АТ4 граф не может быть этим графом Гамма 3 4 вот ну и значит единственный граф может быть антиподальным и будольным одновременно и для этого это граф это 4 куб хорошо всем известный и для него граф Гамма 3 4 вот он имеет параметры 16 5 0 2 но вот здесь выписаны массивы пересечений антиподальных графов диаметра 4 у которых Гамма 3 4 сильно регулярный граф без треугольников ну и вычислены соответствующие параметры параметры вот этих графов без треугольников причем никто не догадывался о том что вот значит если у нас граф Гамма 3 4 сильно регулярный то он не содержит треугольников вот никто этого не замечал мы с подучих это обнаружили ну и вот посчитали соответствующие параметры вот ну видно что параметры очень интересные вот там скажем мю 12 мю 5 возникает помимо мю 3 вот здесь то же самое вот 12 10 появляются параметры 8 вот 15 ну и естественно в первую очередь хотелось бы построить новый сильно регулярный граф то есть если бы такой граф антиподальный диаметр 4 существовал то автоматически это бы дало нам существование нового сильно регулярного графа без треугольников ну к сожалению таких пока не нашлось вот значит вот с некоторыми массивами пересечения отвечающие р равно двум возникает как бы похожие массивы когда р уже не обязательно двойка вот и скажем вот первый массив 32 27 12 r минус 1 поделить на r 1 12 r 27 12 на r 27 32 значит этот граф при r равном 3 был обнаружен Леонардом Сойчером известным английским математиком и значит при этом r оказалось принимает значение может принять значение 2 3 4 6 вот и Сойчер спросил меня значит что вот я смогу сказать об этом графе в случае r равного 6 r равного так 27 8 да ну да вот ну и я вообще-то все возможности для рассмотрел и доказал что граф существует только при r равном 3 в частности получен ответ ответ на вопрос Сойчера о том что его граф при равном 6 не существует вот следующая серия массивов пересечений вот допустимо при r равном 2 3 4 6 8 ну и удалось доказать что если граф существует r равна 3 r равна 3 и тоже граф известен ну и наконец теорема 5 значит если вот такая серия массива причине существует то r обязательно равно 2 но про существование графа вопрос до конца не решен значит оказывается что гамма является локально псевдо жку 5 3 графа но он не является локально жку 5 3 графа а группа автоморфизм этого графа действует интранзитивно на множестве антиподальных классов графа гамма то есть если граф и существует то он какой-то очень хитрый несимметричный ну и вот окрестности вершин не является не все окрестности вершин являются геометрическими графами вот такая серия из трех теорем получена пока не опубликованной статье Махнева и Подучих ну вот здесь излагается метод тройных чисел пересечений который ну уже себя хорошо закремендовал при изучении графа диаметра 3 вот но оказалось что его можно применить графом диаметра 4 вот диаметра 4 ну и вот мы заметили раньше что двойные числа пересечений определяются однозначно для данного дистанционно-регулярного графа а вот для тройных чисел пересечений общих формул нет и надо как бы вот для конкретного массива попытаться вычислить некоторые из этих тройных чисел пересечений ну вот ну вот ну вот общая какая-то теория в частности если у нас есть в этой тройке индексов есть 0 то тогда вот хорошие формулы с помощью символов кранекера получается для этих чисел пересечений ну вот есть еще кое-какие соображения вот в частности используя вот эти формулы плюс также можно находить некоторые тройные числа пересечений ну и вот такая еще идея связанная с исчезновением некоторых параметров крейна если параметр крейна исчезает то вот такая функция введенная S и J K вот она обращается в 0 это дополнительное равенство для применения этого метода ну и поэтому значит вот куб-алинамиальных графах как раз некоторые параметриные исчезают и поэтому метод как правило применяется к этим куп-алинамиальным графам ну и надо сказать что до меня никто вообще не применял его к некуп-алинамиальным все зарубежные авторы применяли этот метод только к париномиальным графом ну и вот идея идея ввести некоторые новые новое обозначение для троек вот штрих там звездочка волна и удается доказать что для некоторых массива пересечений с помощью этих вот вновь введенных тайных чисел можно получить новое соотношение которые могут помочь доказать несуществование графа но в результате получается вот применение этого метода массив становится симметричным кто знает тензорную алгебру там есть так сказать вот понятие симметричного тензора и так сказать метод симметризации который может от произвольного тензора перейти к симметричному вот здесь нечто похожее похожее происходит но конечно гораздо более сложным образом вот первую часть доклада я закончил вот вторая часть эта проблема броувера то есть рассматривается дистанционно регулярные графы диаметра 4 у которых а4 равно нулю значит впервые вот граф с таким свойством возник статье мах него и нировой где мы выписали допустимые массивы пересечения графов с лямда равным двум и числом вершин не больше чем 4096 вот возник массив 21 18 12 4 1 1 6 21 но позднее удалось найти автоморфизмы этого графа эта статья совсем свежая в этом году вышла в от заметках вот ну а броувер книжечки дистанционно-регулярные графы формулировал такую проблему существует ли примитивный дистанционно-регулярный граф диаметр 4 с а4 равно нулю кроме графа ливингстона вот с таким массивом пересечений 11 10 6 1 1 1 1 5 11 ну и там же на той же странице приведены два массива допустимых у которых как раз а4 равно нулю ну и естественно попытаться ответить на вопрос существует ли такие графы или нет ну вот книжка 89 года значит вот этот естественный вопрос никто не попытался на него ответить вот следующая бесконечная система допустимых массива пересечений с параметром м как раз мы видим что там а4 равно нулю начало число вершин такое 8 мю квадратными плюс 1 ну и два автора готчилл и кулин доказали что графов с таким массивом пересечений нет но отказать у них сложно они применяли как бы способ вычисления собственных значений таких графов ну и доказали что вот эти графы ну вот свойства их собственных значений противоречат противоречит значит вот некоторым условиям ну а мы с голубятниковым решили применить метод тройных чисел пересечений и получили очень красивое и быстрое доказательство того что эти графы не существует новое доказательство старого результата значит мы рассмотрели тройку опарно-смежных вершин вот и обнаружили что тогда тройное число 111 равно 2m поделить на m плюс 1 но понятно что это число будет целым только при м равном единице но тогда массив не является допустимым ну а при всех m больше 1 это число целым не будет но и поэтому соответствующие графы не существует не существует но некоторые считают что вот получить новые доказательства какой-то известный результат это не так интересно не так интересно но может быть это действительно не так интересно но оказывается полезным то есть мы убеждаемся в том что метод тройных чисел пересечений является эффективным 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 но и с помощью этого метода вот были получены две теоремы о том что вот графы с массивами указанными книжки бровера не существуют не существует ну я тут подробности не буду приводить а вот перейдем к заключительной части нашего доклада значит если мы рассмотрим антиподальный q полиномиальный граф гамма степени не больше 1000 сильно регулярным графом гамма 34 тогда мы имеем следующий набор параметров вот причем значит вот на этой страничке 4 параметра и вот на следующий еще пять здесь уже так еще четыре тысячи пятьдесят да вот получили 18 18 массива пересечений вот ну и для некоторых этих массивов возникает в качестве графа гамма 34 вот эти вот а т 4 п qr графы вот ну и про большие про большие графы никто ничего не знает об их существовании ну а вот для самых двух самых маленьких случаях удалось исследовать исследовать вопрос существования вот ну и кроме того вот еще скажем граф с массивом пересечении 176-135-24-1-24-35-76 существует это так называемый первый граф микстер а значит он связан с группами порожденными три транспозициями существование единственность его хорошо известно вот потом графы вот с указанными массивом пересечений не существует это результат доказан опять таки в одной статье махнева и подучих где мы доказали что вот графы а т 4 у минус 2 у 2 не существует не существует ну а следующий набор массива тоже графа не существует уже по теореме кулина и юришича кулина и юришича которые изучали вот а т 4 п qr графы с определенными нашли необходимые условия существования и вот эти графы с таким массивом не удовлетворяет этим необходимым условием существования то есть вот довольно большая часть из выписанных графов не существует ну а вот про самые маленькие случаи значит вот мало что было известно частности если у нас степень графа меньше чем 32 то возникают следующие две возможности всего лишь 20 18 3 1 1 3 18 20 и 25 24 2 1 1 2 24 25 вот я еще раз привел параметры графа гамма 3 4 для этих двух случаев хочу еще раз подчеркнуть что и даже если мы доказали что вот антиподальный дистанционный регулярный граф диаметр 4 не существует это ничего не говорит о том существует ли вот эти сильно регулярные графы без треугольника они вполне могут существовать то есть у нас нет обратной процедуры по такому графу без треугольников мы не можем построить дистанционный регулярный граф диаметра 4 ну и вот две совсем свежих теоремы которые доказано что графа вот с этими маленькими массивом причине не существует то же самое основное доказательство это изучение тройных чисел пересечений ну и наконец вот можно посмотреть список литературы значит вот но право верху и наймайер понятно это как бы настольная книга любого специалиста по дистанционно регулярным графом значит кулин парк и его это изучали собственные значения их свойства юришечку линтервили гир это абсолютная граница ну и вот махнёв подочек это как раз статья в которой в частности доказано не существование вот этих вот графов от и 4 q минус 2 q2 следующая статья это вот как раз про решение обратной задачи для антиподальных графов диаметра 4 статья мы посылали ее по моему уже в три разных журнала и везде получили отрицательные рецензии вот но вот не знаю что с ней делать очень важная статья на мой взгляд но в частности я еще раз говорю что в ней впервые было замечено что если гамма антиподальный граф диаметр 4 и граф гамма 3 4 сильно регулярен то не содержит треугольников так об этом человечестве не знает пока ну вот следующая статья это небольшие эти четыре графы вот и сильный граф соответствующие им вот статья сочера которой было доказано существование вот этого графа ну и по мотивам которые вот он меня спросил существует и соответствующие графы у которых р равно 6 так ну курсы кюришич это как раз метод тройных чисел пересечений ну и махнёк ниров это вот перечислены массивы пересечения диссион региона графов с лямбда равным двум и числом вершин не больше чем 4096 ну и последние вот статьи значит вот статьям о заметках только-только вышла об автоморфизма графа но и уже доказано что граф не существует то есть вот такое вот грустное обстоятельство но вот год силы кулин это вот про то бесконечное семейство бесконечное семейство графов так махнёк голубятников это свежая статья и последняя статья тоже свежая они еще не опубликованы ну и наконец вот статья и решить и кулина несуществование некоторых от и 4 графов вот эта статья довольно старая 2000 года ну вот на этом можно закончить спасибо за внимание спасибо